МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, катехизатор, руководитель направления по работе с образовательными учреждениями Печерского района Псковской области, игумен Хрисанф Лепилин. Отец Хрисанф, рад вас приветствовать. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей. Ну, как представитель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря скажу словами старца нашей обители, архимандрита Иоанна Крестьянкина, который в таких случаях говорил «Благослови, Господи, нами начатое дело». Спасибо, Господи, Иодича. Дорогие друзья, сегодня тема нашей беседы – монашеское призвание. Звонки в студию мы, увы, сегодня не принимаем. Прежде всего, разрешите выразить вам признательность за то, что у нас так неожиданно получилась эта встреча. И вот сегодня мы с вами поговорим о монашеском призвании. Очень важный вопрос, который многие, очень многие люди, приняв крещение, или уже долгое время, находясь в церкви, себе задают. И самые первые, самые частые вопросы, которые возникают – это «О моё ли это?», если вот я решил монашествовать. И если моё, то как не ошибиться? Как понять, что это действительно то, а не какая-то, знаете, такая вот мысль шальная, или блажь, или искушение, как угодно это может человек расценивать. Поэтому возникает всегда много вопросов, и хотя бы на некоторые из них мы с вами попробуем сегодня ответить. Вот первый из них такой. Почему так много людей задумается о монашестве? Ведь это очень непростое служение Богу. Ну и, соответственно, Ваш вопрос непростой. Сегодня очень много людей задумывается о принятии монашества по совсем необычной причине. Им кажется, что монастырская жизнь и монашество – это некая облегчённая или упрощённая форма христианской жизни. И в нашу обитель часто приезжают люди именно с таким впечатлением о своём предполагаемом будущем, что это будет легче, чем, скажем, жизнь в миру, и тем более жизнь в миру не просто, а вот в христианском браке. Люди уже начинают предполагать, что да, христианский брак – это великий подвиг, это тяжело, а вот в монашество там всё кажется проще, в монастырской жизни быт устроен, тем более что существуют обители, которые, как наш монастырь, не закрывался никогда, или другая благоустроенная, большая обедина, где всё хорошо, попробуй-ка я там. Но если монашество – это путь покаяния, то такое отношение к монастырской жизни является изначально и, безусловно, ошибочным. И вот такое устроение, такие ошибочные предположения чреваты серьёзными трагедиями, которые и к несчастью происходят. Не сказать, что часто случается, когда насельник монастыря понимает, что это не его путь и покидает обитель. Но, да, бывает такое, и слава богу, что такое бывает, скажем, с послушниками, то есть с теми монастырскими насельниками или трудниками, которые продолжительное время уже в монастыре живут, которые ещё не приняли монашеского пострига, и, точнее, не дали своих обетов, обещаний Богу. Но и совсем трагичны бывают те обстоятельства, когда после принесения обетов верности Христу человек эти обеты нарушает. Это, конечно, можно сравнить с христианским браком, когда происходит трагедия его расторжения, но межчеловеческие взаимоотношения – это одно. А вот взаимоотношения с Богом, если они разрушаются по ошибке и по, в общем-то, злой воле человека, это совсем другое. И, что интересно, каноническое право подчеркивает необходимость сохранения монашества и монашеского образа жизни, даже если этот человек желает покинуть обитель. И в канонических правилах строго указано, что игумен должен предпринять все усилия, всевозможные усилия для того, чтобы вернуть человека, принесшего монашеские обеты, верности Богу, в монастырь. И там затрудняется сейчас сказать точно, но существует вариант прещения для руководителя монашеской общины, если это возвращение не происходит. На самом деле, здесь есть очень глубокий смысл. Было бы слишком простым, если бы человек жил только по своему хотению. И вот я хочу жить так и делаю так, а теперь не хочу жить так. Если человек вошел в такие взаимоотношения со Христом, то это и нарушает их, эти взаимоотношения, то это не значит, что он не может измениться. Вы понимаете? Да. То есть, если человек, даже дав обеты Богу, и покидает монастырь, даже такой человек, он может вернуться и спастись. Важно. Это принципиально важно. Потому что об этом мало кто говорит. Дело в том, что сам уклад монастырской жизни и традиция духовного воспитания способны на такое преображение человека. Важно, чтобы все это понимали, все участники процесса, обретение образа и подобие Божия, раскрытие его, исправление вот этих тяжелых ошибок. Очень важно, чтобы все участники понимали совершенно реальную возможность исправления и приведения себя в соответствии словам, в соответствии обещаниям, данным Христу. Просто это уже отдельная тема. Да, действительно. Спасибо, Отец Хрисанс, что Вы еще один бы вектор очертили, может быть, до действительно отдельного разговора уже как-то относиться к своему послушанию. И действительно, вот эти моменты, когда человек уходит из монастыря, такое тоже бывает, мы слышим о таких вещах, и как-то, ну, знаете, люди так рукой иной раз машут, ну, все, пропал, вот, все пропал. Хотя на самом-то деле, действительно, кто знает, как человек этот будет каяться впоследствии там о своем поступке, да, и через какие он пройдет. Вот фильм Андрей Рублев, Андрея Тарковского, там как раз вот один монах с шумом так ушел из монастыря, а потом в него вернулся, вот такой момент. Вот, покажем. Да, я с вами согласен, но, знаете, существует достаточно много внутренних правил и принципов монастырской жизни, и один из них гласит следующее, нельзя жить там, где ты грешил. То есть, совсем не обязательно возвращаться в тот же самый монастырь, хотя это желательно было бы, но если, ну, этика взаимоотношений, если обстоятельства жизни не позволяют человеку именно в свой монастырь вернуться, то, пожалуйста, он может вернуться в другой. И все будут рады этому, потому что церковь же по монастырям не разделяется, мы же единая церковь, живем, и одному Богу, так сказать, обещаем и служим. Поэтому такая важная деталь. Можно употребить усилия для того, чтобы вернулся человек в обитель, но главное, чтобы он вернулся к монастырскому образу жизни, чтобы его жизнь стала идти в соответствии обещаниям. Спасибо. А на примере Псково-Печерского монастыря вам наверняка, вы видите, у вас есть возможность как-то иметь какое-то мнение о том, с какой мотивацией люди приходят в монастырь, и как много тех среди послушников, которые приехали, знаете, не просто бывает такое, что провести время благочестиво, как-то себя занять, настроиться некоторым образом на такую важную волну духовной жизни, но вот действительно имеют серьезное намерение принять монашество. Как много таких людей вам доводится встречать, например, сегодня среди тех, кто трудится в Псково-Печерском монастыре? Начну с того, что на каждого молодого и немолодого человека, который задерживается в нашей обители надолго, на каждого такого человека мы смотрим с надеждой, с надеждой на то, что он останется. И я хотел бы пояснить, на чем эта надежда здесь живется, на чем она стоит. Дело в том, что мы никого не зовем в монастырь. в монастырь человека зовет Бог. И раз это так, и раз этот же процесс уже происходил с нами, мы стараемся и мы должны полюбить того человека, которого мы еще не знаем, который еще только может прийти, он еще где-то живет, он осмысливает свою жизнь, готовится к приходу в монастырь. Но каждого входящего в монастырь для того, чтобы в нем остаться, мы уже должны его любить. И когда мы их узнаем, а, вот, вот, вот почему он был заметен, вот почему он ведет себя так, потому что такое устроение уже складывается. А вот почему, значит, он остается, ну, слава тебе, Господи. И да, такие люди заметны, но сейчас по отношению к прошлому, скажем, 15-20 лет назад, сейчас по отношению к прошлому времени таких людей меньше. Этому есть объективная причина, та, что в русской церкви открыто великое множество монастырей. Скажем, вот, в 80-х, в 90-х годах в нашей церкви было всего, по-моему, три или четыре мужских монастыря. Причем наш, Печор, он, да, единственный, который не закрывался из них. И, конечно, нам было из кого выбирать, скажем так. то есть вот фильтрация, отсев, как угодно, он был очень серьезный. Ну, и это справедливо было. Было. Сейчас также мы внимательно смотрим на наших приходящих братьев, но их меньше. и те ребята, которые желают остаться, они, конечно, проверяются на постоянство своих убеждений. Главное житейское добродетель это постоянство в добре. Все остальное может быть, может не быть, временно, там, как-то а постоянство это то, что отличает, скажем так, взрослого человека от невзрослого человека. Да, безусловно. И при этом мы наблюдаем за тем, чтобы приходящий человек не находился в состоянии любого рода конфликта, внутреннего или внешнего. потому что человека в состоянии конфликта от просто человека отличает как раз непостоянство мыслей, выводов, убеждений. И если этот конфликт вызван демоном, желающим погубить человека, причем с таким расчетом, чтобы человек поддался ему этому состоянию, чтобы он принял помыслы как свои, если демон это наблюдает и в конце концов вводит его в какое-то искушение, а потом отходит и конфликт прекращается, то человек думает, а что я здесь делаю? Он начинает быстро трезветь и понимать, что в те годы, когда он думал то-то или то-то, он провел состояние обманутого человека. И вот монашеские искус опять же согласно каноническому праву он минимум три года должен проходить, так вот монашеский искус он нужен как раз для того, чтобы посмотреть на желающего остаться в обители христианина и убедиться в том, насколько он осмыслил свои желания, переоценил себя или недооценил, то есть мы внимательно смотрим на него всего и я должен сказать великое благо, когда монастырское священноначалие обладает большим очень продолжительным временем церковного служения. в частности наместник нашего монастыря он с молодых ногтей находится в обители он можно сказать большую часть жизни прожил на сегодняшний день и монастырская жизнь и люди приходящие в обители они для него почти прозрачны и отец наместник руководит в основном он конечно руководит процессом оценки анализа отбора принятия решений хотя окончательное решение безусловно происходит на духовном соборе монастыря на коллегиальном органе управления обители который возглавляет священный архимандрит монастыря митрополит владык митрополит Евсерии на сегодняшний день и то о чем мы с вами говорили чуть раньше особенно проверяется человек на то лжет он или не лжет согласно учению святых отцов есть три вида лжи ложь словом ложь делом и ложь жизнью и исходя из принципов гуманности то есть доброжелательства к человеку к самому мы стараемся выяснить насколько человек не лжет жизнью насколько он искренен по отношению к себе по отношению к ближним и насколько он искренен к нашему общему будущему потому что он же вливается в наш коллектив и в этом смысле мы должны быть одинаковыми мы должны быть искренними то есть ближними друг к другу и к Богу то есть мы сейчас говорим о содержании искуса вот того времени которое православный христианин проводит в монастыре перед вступлением в братство и в первые годы жизни в братстве до монашеского острова спасибо отец Хрисамф что касается мнения многих доводилось мне слышать такое выражение в частности в тот в Петербурге ныне епископ Тихон Шевкунов встречался с молодежью и вот как раз ему задавали вопрос о том как понять монашество насколько это для человека его так скажем владыка Тихон говорил о том что искать мнение о многих и как раз вот это мнение о многих человек конечно может быть в первую очередь начинает его искать в этом поиске находиться с кем он советуется с семьей с друзьями с духовником и спрашивает вот а а если я прямой монашество ему говорят ну например ты негодишься для этого совершенно насколько стоит прислушиваться к этому мнению у многих когда может быть у человека возникает такой диссонанс внутри как раз с этим мнением и казалось бы вроде как соборность такая да он собирает это мнение и понимает что вот люди видят меня так а сам себя видит по другому в то же время ну вы задаете очень продуманный вопрос очень интересный и он для ответа он многогранный потому что много лет уважаемый мной владыка тихон сказал правильную вещь но возможно у него было недостаточно времени для того чтобы дать развернутый ответ две-три минуты да да конечно поэтому искать многие совет об этом и отец сан крестьянкин говорил что рассуждение с советом это одно из слагаемых принятия успешного решения духовно успешного прежде всего если мы говорим о духовной жизни но если человек приступит к этому многому совету легкомысленно то он самого себя может привести в крайне бедственное и духовное и нравственное состояние то есть он может просто веру потерять в конце концов от разномнений один говорит одно другой говорит другое в свое время эта мысль занимала лично меня но это не относилось к монашеству это относилось к разномнениям существующим в нашей жизни меня поражал вопрос а как вот при таком количестве разномнений мир стоит до сих пор как он управляется что за сила ему руководит ну было радостное понимание от того что это сила бог но во всяком случае остроты вопроса тогда никто не снимал мне же нужно было пережить это самому осмыслить и здесь также вот многие совет без учета мнения бога чреват неудачи каким же образом нам в этом многом совете узнать мнение бога внимательные к духовной жизни священнослужители я имею ввиду приходских священнослужителей вот именно из приходских общин выходят люди которые приходят в монастырь в монастырях никто не рождает внимательные к духовной жизни священники видя некоторую созерцательность жизни молодых людей то что вот отличает человека легкомысленного или скажем интегрированного вот в мирскую жизнь христианина от того кто начинает задумываться о чем-то большем он становится внешне даже как-то более собранным так вот священнослужители конечно обращают внимание таких людей и они должны очень осторожно подходить к их духовному росту чтобы не было состояния прелести прелесть это сложное духовное состояние это духовная ошибка когда человек внушение от демона принимает за откровение Божие да тут сложно ну не очень сложно для этого для того чтобы понять что это не сложно нам нужно раскрыть воззвание нам нужно раскрыть многократное обращение священнослужителей ко всей своей пастве когда они говорят исповедуйтесь причащайтесь исповедуйтесь причащайтесь многим людям это очевидно надоедает некоторые уже не могут это слышать потому что не понимают внутреннего содержания этого делания и относятся к этому довольно формально но чистая исповедь и молитвенное осмысленное причащение святых христовых тайн позволяет человеку слышать голос Божий в своем сердце невозбранно замечу что вообще человек почти всегда способен слышать голос Божий в себе но если в его сердце есть что-то другое которое может этот голос Божий заглушить то человек даже если будет вот это движение Божий человек он может просто отвернуться отмахнуться посчитать этот тихий голос голос мира покоя знания незначительным но если будущим монастырским жителям руководит духовно внимательный священник он позволяет человеку то есть не лишая его самостоятельного выбора он позволяет человеку правильно выстроить очищение сердца и в этом случае человек начинает носить в себе некий духовный камертон ну или как говорят еще критерий и этот критерий имеет свойство постоянства потому что это присутствие Божие и во всем вот этом многом совете человек прислушивается умножается ли в нем вот это звучание этого камертона или существует опасность потери звучания и с помощью вот такого внимания к себе анализа того что с ним происходит человек среди вот этого многого совета может принять правильное решение то есть он может понять согласуется ли мнение других людей с волей Божией а точнее с тем внутренним состоянием которое в нем созидает сам Бог посредством правильно устроенной христианской жизни спасибо отец Хрисанф теперь такой вопрос как раз о мотивах о мотивации по вашему мнению какие мотивы для вступления в монашество являются неправильными так даже скажем провальными которые могут человека как раз привести к этой самой духовной трагедии когда он может даже и веру потерять и потерять себя и совершенно потеряться в жизни да ну самый большой провал враг рода человеческого дьявола устраивать с помощью самомнения тщеславия говоря о монастырской жизни стоит понимать что она еще и красива она размерена монастырская жизнь она эстетична она приносит состояние умиротворения даже просто человеческого сейчас мы не говорим о духовной составляющей но все вот хорошо и человек человек не осмысливший свое состояние свое призвание есть ли оно или нет он он может начать любить себя в монастыре понимаете и тщеславиться тем как у него все хорошо ну я говорю сейчас о частных случаях но важно проиллюстрировать то что я говорю да он может думать да как у него хорошо как все красиво какой вот ну в конце концов ну вот я тоже у меня все получается у нас хорошее взаимоотношение со всеми мне дают послушание которое мне нравится ну много здесь всего бывает но все это имеет общий знаменатель это самомнение тщеславия новоначальному довольно тяжело распознать в себе довольно тяжело различить то что действительно есть хорошее а то что тебя от того что тебя увлекает вот в сторону высокоумия и для этого существует и искус и довольно сложные отношения новоначальных со старшей братьей бывает и такое но важно понимать что это благо потому что как раз в сложных взаимоотношениях человек может узнать что он из себя представляет и он может узнать с чем нужно бороться что ему нужно преодолеть ведь это же стыдно испугаться чего-то такого простого и уйти конечно конечно то есть стыд здесь стыдом я здесь называю поступок не по достоинству понимаете потерю своего достоинства человек его теряет когда пугается самых простых вещей это все равно ну как как не разговаривать в семье вот случился какой-то конфликт и надо же его разрешать надо друг с другом говорить нужно искать пути там примирения взаимопонимания и прочее и прочее а сказать что вы знаете вот здесь мне как-то больно и я не буду с вами жить уйдет человек из семьи но что потом он будет сожалеть об этом но никто ему не поверит если он захочет вернуться и так поддерживая человека находящегося в состоянии страсти искушения мы не осуждаем его но терпение старшей братьи привлекает новоначального оно создает им некий интерес а почему они меня терпят что им не мешает меня терпеть что помогает им относиться ко мне как к равному и вот поиск ответа на такие внешне простые вопросы но вот на время новоначаля жизненно важный вопрос вот этот интерес поиск дает возможности новоначальному обрести почву под ногами начинается вот этот творческий процесс сотрудничества и с братьей и с богом для спасения души мне такая ассоциация пришла в голову в монастырях приходилось естественно бывать но подолгу жить не приходилось но приходилось ходить в море на рыболовных судах которые выходят в море на долгое время и конечно вот действительно там тоже очень важны отношения с экипажем и со старшими и наставниками и товарищами и в каюте и в кают компании и на производстве и все и там действительно тоже нет места самомнению никакому потому что его тут же просто развенчают такие суровые мужики которые уже давно знаете ходят в море и конечно вот действительно это большая проблема с которой наверное вообще никакое дело-то начать и нельзя в том числе и монашескую жизнь если человек воображает мнит о себе что-то и сталкивается потом с большим разочарованием потому что оказывается что ну он человек да такой же оказывается все иначе да конечно оказывается он не такой сложный конечно согласен и и для некоторых людей которые ну послабее душой это может окончиться жизненным фиаско жизненным поражением тогда может разочароваться в жизни вообще но все не так страшно потому что все управляемо все управляемо я имею ввиду процесс духовного роста он управляем до тех пор пока человек хочет жить духовной жизнью но когда он говорит нет да тогда сложнее и дай бог чтобы он сказал нет если он скажет это слово до как мы говорили уже до принятия монашества до принесения обета верности Христу если вы позволите я хотел бы коснуться важной темы и раскрыть хотя бы отчасти раскрыть содержание понятия призвания да конечно пожалуйста потому что я это слово уже употребил и мне бы не хотелось чтобы оно осталось одиноким вот нераскрытым как раз у нас лети поскольку общество редко дает нам монахов оно не позволяет человеку стать другим в том числе и потому что иное жительство иночество оно для порочных людей становится обличением очень сложно признаться себе в том что есть люди живущие свободно мы сразу вспоминаем творящий грех раб есть греха сразу вспоминаем об этом и у меня сложилось впечатление что более свободных людей чем монастырские жители нет я не встречал более свободных людей чем монахи конечно сразу же мы обращаемся к словам апостола Павла ничтожи муще а вся содержащая и церковь так она и живет то есть мы не гордимся тем что состояние сегодняшнего монашества оно совпадает с состоянием древнего монашества но так и должно быть просто мы должны спокойно к этому относиться не присваивать себе эту равность но вот это ничтожи муще а вся содержащая это происходит и сейчас у нас в обители более того если бы такого состояния насильников не было то тогда монастыри перестали бы жить они обесценились бы и целесообразность их существования была бы под вопросом сложно сформулировать то когда человек чувствует что его призывает Бог это очень внутренне это хочется никому не говорить и не потому что ты скажешь и что-то пропадет такое сакральное таинственное но не хочется переводить все в слова потому что это сказано только тебе это сказано только для тебя это тот бисер который необходимо сохранить в себе и абсолютно никому не отдавать не потому что другие люди плохие а потому что этот бисер будет для них ненужным и слово призвание можно описать словом извещение вот мы все живущие в обед люди мы все разные у нас разная прошлая жизнь разное воспитание образование содержание жизни но мы равны в этом призвании в том что каждому из нас было это обращение и единственное что нужно было делать тогда в момент этого обращения не мешать богу осуществлять спасение спасибо азисхарисамов это действительно очень ценные слова того призвания насчет многоценной жемчужины естественно будь то призвание к монашеству к священству о котором многие молодые люди задумываются к отцовству может быть и к материнству это же тоже призвание да его тоже нужно установить сегодня когда множество самых разных голосов пытаются эти казалось бы совершенно естественные для человека призвания и понятные которые раньше он даже не напрягаясь он сразу это понимал что это его призвание что в этом божья заповедь сейчас это все вуалируется глушится и всячески маскируется чтобы человек его не обнаружил не услышал себя а каким же образом таким же о котором мы уже говорили то есть маскируется созданием в сердце человека мусора то есть того балласта который закрывает глубину и мы уже говорили о том что человек способен слышать голос с божьей всегда если у него будет очищено сердце и мы говорим об этой сердечной чистоте как о норме мы все хорошо понимаем что степень чистоты бывает разной но то есть ли там место для бога или его нет этого места это начальный сердечной чистоты который в контексте нашей беседы решается как раз в течение христианской жизни перед поступлением в обитель если вы позволите я хотел бы сравнить если вы позволите я хотел бы поддержать вашу параллель монашества и брака пожалуйста важно понимать что по своему содержанию по своему сакральному таинственному содержанию монашество и брак вещи очень похожи друг на друга в чем же их похожесть и я бы осмелился сказать в чем их совпадение дело в том что и в таинстве будущего века каковым святой отцы называют монашество и в таинстве брака происходит одно и то же в ответ на обещание верности Христу или своей второй половине Бог дает силы это обещание исполнить да и приходящий к Христу к Евангелию со стороны монастыря или приходящий к Христу Евангелию со стороны мирской жизни должно это знать перед лицом Бога произнесенные обещания верности могут быть выполнены и могут быть выполнены потому что сам Бог помогает это делать спасибо отец Христу очень ценные слова благодарю вас у нас с вами не так много времени остается я думаю что вопросов много конечно в рамках одной передачи не рассмотреть даже то что хотелось бы рассмотреть в рамках одной передачи но тем не менее вот если человек все-таки решил себя подготовить к монашеству но еще не поступил на послушание в монастырь еще не приступил к монашескому искусу как себя устроить в миру и в отношениях с другими людьми таким образом чтобы как бы уже настроиться на это монашеское житие еще совершенно живя в тех условиях в которых человек привычно себя ощущает и живет в них я добавлю еще что иногда человек даже и не знает что он будет жить в монастыре но ему уже необходимо выстраивать свое взаимоотношение с самим собой с окружающим его людьми потому что он понимает что что-то в нем начинает меняться и я повторю то что уже говорил сегодня в этом случае человек должен быть терпелив настолько терпелив к самому себе настолько чтобы не мешать Богу совершать дело его спасения такая позиция не является пассивной почему же Бог за человека ничего не будет делать но главное чтобы поступки человека согласовывались вот с этим внутренним коммертоном с внутренним звучанием терпение здесь предстоит большое потому что вот в процессе преображения человека в процессе отвлечения его от прежних интересов и так далее у человека наступает вакуум общения круг ближних и дальних совершенно меняется а вот между этой переменой человек остается один и ему нужно преодолеть и это быть терпеливым и не думать о том что он чем-то виноват оставшийся один но последовательно терпеливо нужно хранить в себе вот это принятое решение и ожидать результата которые творит Бог действительно люди очень зачастую боятся одиночества панически хотя в общем-то ведь действительно в этом одиночестве может можно может быть даже впервые в жизни начать вот такое богообщение в молитве и в созерцании и в тишине прислушаться к тому что происходит в сердце и научиться произносить какие-то слова научиться слушать вы совершенно правы я подчеркнул что слово монах не означает одинокий это слово монах в контекст переводится на русский язык как наедине но видите ли само по себе отшельничество как форма монашеской жизни это самый трудный подвиг потому что в нем нет общения да и я бы сказал нет утешения общения и конечно же человеку новоначальному не стоит увлекаться уединенностью дай бог чтобы у такого христианина или у такой христианки был надежный духовнин который мог бы терпеливо через какую-то яму вакуум общения человека провести и не закрыть его в самого себя потому что в этом состоянии человек действительно может и в прелесть впасть и готовясь в монастырь потерять способность к этой подготовке и к монастырскому жительству но здесь уже много частных случаев бывает но мы сейчас упоминаем самый важный момент спасибо отец христиан ну и напоследок пожелания нашим телезрителям тем кто смотрит эту передачу тем кто размышляет о монашестве можно так так скажем подытожить резюмировать нашу сегодняшнюю встречу поставить точку в этом разговоре который конечно же увы закончить одной передачей нельзя да Михаил я с вами согласен и благодаря вас за возможность такого широкого общения спасибо я хочу сказать нашим слушателям чтобы они научились слушать Бога это для всех важно это очень интересно это обогащает жизнь совершенно несказанной красоты слушанную Богу даже само по себе обучение вот то что я хочу пожелать дай Бог чтобы чтобы на вашем пути были разумные опытные рассудительные духовные наставники чтобы с ней было не страшно чтобы с ними было спокойно чтобы с ними было спасительно мир вам Божий благословен Благодарю Благодарю вас очень за нашу с вами сегодняшнюю беседу дай Бог чтобы она действительно стала необходимой полезной для наших с вами телезрителей для тех кто размышляет о своем жизненном пути Благодарю вас и надеюсь что Бог даст у нас с вами еще будут встречи в этой студии на телеканале Союз и будет о чем побеседовать Спасибо Всего доброго Благодарю вас Дорогие друзья сегодня в студии телеканала Союз с вами были Игумен Хрисанов Лепирин и ведущий Михаил Проходцев Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире Редактор субтитров А.Семкин